Итак, ребята, я всех приветствую. Мы продолжаем наше прохождение. Так, у нас тут ещё тьма диалогов с этими замечательными господами. Нам, думаю, будет с ними о чём поговорить. Ну, как минимум с этими двумя. С этим тоже нам, конечно же, будет о чём поговорить, но тогда, когда мы ему ещё бутылку принесём. Сейчас нас больше нету, поэтому напоить его особо нечем. Так, здесь особо ничего интересного для нас, к сожалению. Поэтому оставляем, пока как есть. Ладно, начнём с этого. Не звони, Абигейл. Бурчит небритый мужик с ярко-красным носом. Он прищуривается, как будто узнавая тебя, а потом отворачивается. Тошнотворный запах, исходящий от пьяного, очень сильный и очень знакомый. Не звони, понял? Не звони, Абигейл. Я могу звонить кому-то, кому хочу. Или по традиции закон, это я. Кто такая Абигейл? Он отвратительно всхрапывает, тычет пальцем куда-то в твою сторону и бормочет. Эээ, Абигейл, ты слышь, не вздумай, бля, звонить Абигейл. Абигейл, это его жена или подружка. Есть вероятность, что её больше нет. Звонить ей не имеет смысла. От этого товарища ты ничего не добьёшься, он слишком пьян. Ты не думал, что такое бывает, но этот парень немного слишком пьян. Ладно, появлялась ли здесь в последнее время хоть одна женщина? Абигейл? Он неожиданно оживляется, а затем снова начинает бессвязно бормотать. Абигейл, где ты? Ты кто и как тебя зовут? Он не способен сфокусировать взгляд в одной точке. В глазах муть и непонимание. Не звоните Абигейл, говорит он. Где я? Что это за место? Он икает и бормочет что-то бессвязное. Эй, я веду важное расследование, ты обязан отвечать на мои вопросы. Бессмысленно кричать на пьяного человека. Вмешивается лейтенант, он едва соображает. Пьяница начинает очень неприятно и сухо кашлять. А почему я не должен звонить Абигейл? Он шумно втягивает воздух жестом и просит тебя наклониться поближе. Так, наклоняемся. Источая миазмы ядовитого болота, он шепчет. Не звони Абигейл, не звони Абигейл. И машет рукой, будто пытается тебя отогнать. Не заикается пьяница, не звоните. Его голова медленно склоняется на бок, и он вырубается, вываливая язык наружу. В любом случае, он бы вряд ли оказался надежным свидетелем. Не звоните ей, не звоните. Бормочет пьяница во сне. Слюна капает слева уголка и борта прямо на лацком пиджака. Эй, очнись. Вывести его из этого ступора не представляет с возможным его разум покинул тело. Рад тебя видеть, друг. Тебе сегодня знатно повезло, парняга. Он разводит руками в сторону, как будто хочет обнять тебя. О чем ты? Так что желаем? Он слегка наклоняет голову. Есть курева, дешевая, очень дешевая. Есть пильзнер, стоит гроши. Дешевле такое бухло нигде не купишь. Спирт могу отдать за 300 реалов. И еще есть спиды. И под спидами я имею ввиду амфетамины. Ты, интересно. Видишь как оно, братушка, ты чувствуешь, как твой галстук сжимается от восторга вокруг твоей шеи. Спирт, давай купим спирта. 300 реалов, серьезная сумма, но нам это нужно. Это просто очередная идея алкаша, которую я приписываю своему галстуку. Братан, ты не понимаешь, это не просто выпивка. Это то, для чего мы строили наши отношения целых три года. Это кульминация, мистерия. Вздох целомудрия. Ты должен купить у него этот спирт. Отобрать, убить его, если понадобится. От этого зависит наша судьба и судьба многих миров. Ебать. Лейтенант смотрит, как ты смотришь на бутылку спирта, а потом с подозрением на розмари. А что за амфетамины? Да, под амфетаминами я подразумеваю спиды. Ага, кажется, ты пропустил мимо ушей, что я офицер полиции. Вовсе нет парняга. Он постукивает себя пальцем по носу, поэтому я и сказал амфетамины. Ну, то есть спиды. То есть амфетамины. У меня есть и то, и другое. Я думал, что под спидами ты подразумеваешь амфетамины. Точняк, я так и сказал. Понятно. Хорошо, хорошо. Он отпивает из пивной бутылки. И что я могу тебе предложить? Почему бутылка спирта стоит 300 реалов? Видишь ли, друг? Он достает литровую бутылку голубоватой жидкости. Горлышко бутылки наглухо закрыто пробкой. Это по-настоящему ценная вещь. Стоит своих денег. Сечешь? Раздобыл его по ходу одного бизнес-проекта. Ну, ладно, говори. Честно говоря, даже смешно. Он начинает хохотать. А потом делает три глотка из своей бутылки с пивом и пристально таращится на тебя. Ему сложно сфокусировать свой плывущий взгляд. Что? Пусть говорит. Что значит что? Ты сказал, что что-то было смешно. Что? Этот парень, этот парень, он трясет указательным пальцем в твоем направлении. Может, небольшая беседа поможет получить скидку? Откуда у тебя этот спирт? О, это медицинский спирт. Первосортная вещь. Достал во врачебном кабинете. Он не гонит. Медицинский спирт это нечто, братан. Пламя истины в этом нелепом мире. Пару месяцев назад раздобыл ампулу. Одну научную. Зовется торпеда. Вроде как она для того, чтобы человек выпить не мог. Он сплевывает на землю перед тобой отвратительный желтый сгусток. Но я-то смог, Фуля. Его голосе слышна неподдельная гордость. Пять лимонов, пол пачки масла и ты в порядке. Отличный совет, я запомню. Ну, на самом деле нет, храпит он. Меня через недельку почти эти гробанные... Меня через неделю почки эти гробанные чуть могилу не свели. В конце концов, меня благоверная в частную больничку повела. Не в бесплатную, а в настоящую. Эти сволочи... Он начинает заводиться. Эти сволочи содрали с меня 4 реала за то, чтобы вытащить эту хрень. Но я-то в итоге в выигрыше остался. Так, и каким образом? Эти идиоты оставили меня там одного. А я раньше в школе был учителем биологии. Я знаю, в чем доктора дохлятину всякую держат. Его глаза загораются. Стибрил три банки этой медицинской жижи из кладовки. Змеюк выбросил, и вуаля. Остался прекрасный голубой напиток. Он трясет бутылкой 98,7%. Практически чистый спирт. Две бутылочки я уже продал этим достойным джентльменам. Он кивком указывает на твоих товарищей. А последняя твоя всего за три реала. Если хочешь. На, за три реала. Думаю, да, это может оказаться полезным. Три реала, и он твой друг. Сделка века. О! Да, ничего тут предприятие организовал. О! Его глаза горделиво поблескивают. Система отлично поработала на старика розмари. И я деру ее, как старую козу в сарае. О чем это ты? Видишь ли, друг? Он поднимает указательный палец. Человек сам творит свою судьбу. И я неплохо так сотворил. Заполучил три бутылки ликер и квиз. Две продал местным ребяткам. И немедленно вложил прибыль в дело. Купил курево, купил пиво и даже немного спидов. И посмотри на меня. Все у меня на крючке. Он разводит руками и улыбается. Кривой без зуба улыбкой. Крючок где? Я не вижу. Я уже на крючке у куна. Достойное предприятие. Одобряю. Ого, на крючок и всачок, да? Хочешь чего-нибудь купить? Не стой столбом. А у тебя есть разрешение на всю эту херню? Разрешение? Он тебя почти не слушает. Да всем насрать на это. Хочешь что-то купить? Так, ладно, забираем медицинский спирт. Он протягивает тебе бутылку. Не забудь получить удовольствие от каждой капли, друг. Братан, я так горжусь тобой, а теперь не вздумай его пить. Этот спирт не подходит для банального орального употребления. Галстук дело говорит, зальем его в зад. Но я не хочу заливать его в себе в зад. Кто вообще говорил об этом? Нет, мы поместим его в куда более важное место. Такое важное и особенное. Просто держи его при себе в безопасности. Дождись моего сигнала. Уже скоро. Время скоро настанет. Терпение, мой храбрый друг. У меня очень мрачные предчувствия. Это может закончиться плохо, говорит Сумрак. Так. Цивилизованном мире принято давать чаевые хозяину лавочки, друг. Буду рада тебя видеть снова. У жидкости какой-то незаметно голубой оттенок. Она просто обязана светиться в темноте. Это чисто 98,7% спирт. Не поднеси его к открытому огню. Так, дай-ка мне один пильзнер. У меня есть пильзнер, пильзнер и немного скорости, чтобы подпишись. Ну-ка, давай еще историю. Так, у меня есть пильзнер крепкая. Это немного, но сойдет. Он выхватывает бутылку из твоих рук и немедленно откупоривает. История, которую я собираюсь рассказать, это городская легенда Мартинеза. Он подносит бутылку к губам и делает долгий смачный глоток. Тем не менее, я впервые услышал ее от курьера в Куроне. У этой истории множество версий. Детали часто противоречат друг другу. Все сходится в одном. Никто не знает истины природы или личности этого феномена. Ты правсадника без... За кой рот, Розмари. Он прочищает горло. Лето 44-го. 17-е, Гертруда. Хет возвращается домой после смены в порту. На дворе почти полночь. Она останавливается, чтобы выкурить сигаретку. Вблизи канала. По улицам гуляет теплый южный ветерок. Вдали расцветают и угасают огни движущихся мотокарет. Огонек и сигареты, будто свет маяка. Одиноко танцующего в темноте порта. Эта картина так легко возникает у тебя перед глазами, будто ты проходил теми же улицами тысячу раз. Наша героиня наслаждается тишиной и спокойствием канала. Он поднимает глаза к небу, будто сам ищет там спокойствие. Она даже не подозревает, что это спокойствие вот-вот будет нарушено. За спиной слышится цок от копыт. Девушка испуганно оборачивается. И что же она видит? Лошадь? Ну, так-то да, но интерес представляет тот, кто сидит на лошади. Человек. Долгая театральная пауза. Без головы, на плечах, в спортивном костюме фауна. Он повсюду ищет свою легендарную кепку фаун, потерянную вместе с головой. Погоди, я думал, что всадник фаун без головы ездил верхом на быке. Показать ему на фигурку. А я думал, он ездил на свинье, усмехается лейтенант. Ну, у этой истории много вариантов. Самый оригинальный тот, в котором всадник фаун без головы едет верхом на другом безголовом человеке. Жуть какая. Да, по легенде, юной Гертруде Хетт понадобились годы психиотерапии, чтобы она вновь сумела смотреть на лошадей и спортивные костюмы. И ей еще повезло. Он делает глоток из бутылки. Гертруда Хетт была первой, но далеко не последней из тех, кто видел всадника фаун без головы. Расскажи им про двух феминисток на шлюзе. Блять, Розмари, кто сказал, что они были феминистками? Они просто встречались. Люди все время все путают. Хм, это случайно не дело Де Панде Дель Гадо? Что? Ты об этом знаешь? Я читал материалы дела. Прошу, продолжайте. Ага, в начале осени 46-го года Уолла Де Понте и Ева Дель Гадо рыбачили неподалеку от шлюза. Солнце уже давно село. Внезапно поднялся ветер, и без того темное небо совершенно почернело и сверху закапало. Первый осенний дождь. На небольшом островке из камней стоят две женщины. На одной из них фиолетовый дождевик. Тонкие лески тянутся от удочек к поверхности воды, которые все чаще и чаще усеивают капли дождя. Начался ливень. Женщины действовали быстро. Едва сматывая удочки, Аула обернулась, чтобы поднять коробку из-под снасти. Не оборачивайся, не оборачивайся. И увидела что-то. Она закричала так пронзительно, что жители ближайшего дома подумали, что рядом ударила молния. Но никакой молнии не было. Только проливной дождь и маячащий на горизонте силуэт всадников фаун без головы. Аула бросилась к берегу, но Ева подскользнулась на мокрых камнях и беззвучно исчезла в ледяных водах канала. Он делает зловещую паузу, потом смотрит тебе прямо в глаза и произносит. Ее тело так и не нашли. А что в материалах дела? Естественно, у Элла Депонте была главной подозреваемой в деле об исчезновении Евы Дельгада. Депонте утверждала, что это дело рук так называемого всадника фаун без головы и что она убежала, спасая свою жизнь. Он поправляет очки. В ходе расследования выяснилось, что обе женщины были вовлечены в любовный треугольник. Третьей стороны был какой-то мелкий бизнесмен. Я уже и не помню деталей. Основная версия заключалась в том, что женщины поссорились на причале и Депонте столкнула Дельгада в канал, а затем выдумала эту глупую историю для прикрытия. Ее арестовали? Нет, она покончила с собой еще до задержания. Ее нашли в ванной с винтовкой в руках. Лицо частично пристало к потолку. Не слишком приятное зрелище. Чувак, это чернуха какая-то. Ну что ж, еще одно дело закрыто. Он делает знатный глоток из бутылки. Ну как бы то ни было, такова история всадники фаун без головы. С ума сойти, да? А кем был всадник без головы в жизни? А, это, Текила, тоже часть легенды. Никто точно не знает, но есть парочка версий. Одни говорят, что он был копом и работал под прикрытием. Его раскрыли и члены жестокой банды, в которые он внедрился, обезглавили его. И теперь он скитался в поисках потерянной кепки фаун и мести. О, безголовый брат. Мой, где же ты? Другие, что это профессиональный жокей, который во время скачек с препятствиями отклонился от маршрута и очутился на чем-то заднем дворе, где ему отрезало голову чрезвычайно туго натянутой бельевой веревкой. Лично я думаю, что этот парень просто вздернулся на очень высоком дереве. И ускорение было таким, что голова и оторвалась. Совершенно случайно в этот момент под деревом пробегала лошадь, и безголовое тело просто приземлилось ей на спину, и осталось там по сей день. Но на самом деле точно никто не знает. По какой-то причине эта версия кажется тебе самой правдоподобной всех. У меня такое чувство, что это был коп под прикрытием. Я бы тоже хотел отомстить. Он пожимает плечами. Это объясняет спортивный костюм и жажду мести. Но вот как сюда вписывается лошадь, не знаю. Так себе теория. Ну ладно, каждому свое. Хочешь послушать еще какие-нибудь истории? Во время этого расследования я уже навидал со странности. Безголовый жокей не выбивается из общей картины. Что ж, полагаю, с этим не поспоришь. Такова реальность. Думаешь, что у тебя все под контролем, и вдруг бам, случается какая-нибудь дичь. Он делает большой глоток и улыбается. Поэтому очень важно пить достаточно жидкости. Фигня, у меня есть еще более безумная история. Да? А не пойти ли тебе нахер, текила? Не может быть еще более... Не может быть, чтобы ты знал историю лучше этой. А как насчет кол до мамадаква? Это волшебный самовоспроизводящийся звук. Должен признать это довольно концептуально, но все-таки не так круто, как безголовый всадник. Жеромский гном растворяет своих жертв в кислоте. Кислотный гном звучит как идиотское и неконцептуальное название какой-нибудь группы. Конкурс Коконурский великан ростом с гору. Великан это все, что ты можешь предложить, не смеши текила. Есть на свете очень добрая зеленая обезьяна. Она очень добрая и зеленая. Ты специально выбираешь самые отстойные истории. Брось текила. Так, и что случилось со всадником Фаун без головы? Никто не знает. Некоторые утверждают, что он бродит по улице Мартино за и по сей день. И ровно в полночь его можно увидеть близ канала. Он делает зловещие пассы свободной рукой. Очень сомневаюсь, потому что это лишь глупая легенда, усмехается лейтенант. Точно. Я видел его однажды, когда нажрался в дрова. Хм. Да. 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 Ну-ка. Так, ну да, я бы еще у него историю одну послушал, но отдавать за это спирт я не планирую. Типа это крайне невыгодная сделка, но давайте попробуем ему еще пивка всучить. Так, сейчас маленький перерывчик, мы ее зачитаем. Ну погнали. Ага. Ага. Из криптиды. Волшебных животных нет, чувак, тут дело серьезное. Место, которое можно назвать домом? Нет, текила. Большинство людей знают, где живут. Мы с тобой исключение. Твои пропавшие ключи? Эй, эй, иди-ка ты нахуй, текила. Произносит он ровным голосом. Ладно, что за экспедиция? Да, на любой вкус и цвет. Я видел археологов, бандитов, даже компанию рекламщиков. Говорю тебе, текила, эта штука притягивает определенный тип людей. Погоди, что ты имеешь в виду под определенным типом людей? Ну знаешь, одержимые. Люди с особыми пристрастиями. Так, и что такого? Некоторые из них возвращаются через неделю-другую, изможденные и подавленные. А некоторые и вовсе не возвращаются. Когда я впервые увидел одну из этих экспедиций, я подумал, что они издеваются. Не могло такое происходить всерьез. Это было слишком концептуально даже для меня. Погоди-ка, не может быть. Или может? Я даже не уверен, стоит ли рассказывать тебе эту историю. Честно говоря, ты в довольно нестабильном состоянии. И для тебя такое может быть слишком. Угу. Я справлюсь. Ладно, хорошо. Я расскажу, но предупреждаю, все это довольно запредельно. Он загадочно прищуривается. Наша история начинается в легендарной дизайнерской студии, прямо здесь, в Мартинезе. Ага. Жил-был один дизайнер. Его имя уже забыто, но при жизни он был легендой. Сделал себе имя Варания, проделав революционную работу над шрифтом без засечек. Просто, бля, гений, короче. Он делает глоток и вытирает губы и продолжает. Если, конечно, он вообще существовал, кто знает. А, в конце концов, это просто городская легенда. Он вполне существовал. Ты чувствуешь это под корой. Он был так же реален, как и ты. О чем это ты, мать твою? Я про... В общем, какое-то время спустя он открыл собственную студию здесь, в Мартинезе. И вот тогда ты начал работать над реально небанальными вещами. Я говорю о безукоризненном передовом языке дизайна, который перевернул бы старый порядок с ног на голову. Ломающий парадигму революционер. Но потом что-то изменилось. Видишь ли, все знают, что пудра для носа и передовой графический дизайн всегда идут рука об руку. Погоди, пудра для носа? Ну, знаешь, текила. Он дважды ударяет пальцем по крылу носа. Пудра для носа. Белая дорожка. Веселящий порошок. На улицах его еще называют снежок. Или ирламанское золото. По названию плато, на котором выращивается большая часть мирового запаса. Как правило, с применением рабского труда. Кекс. Свежий. Из-за популярности среди аристократии в прошлом веке его еще называли графка. Есть еще целый ряд банально уличных названий. Конечно же, снег, а еще кокос, мел, иней. В общем, что-то белое. Он имеет в виду кокаин. Ага, ты имеешь в виду кокаин. Ясен перец текила. Уж ты-то знаешь, о чем я. Он по-товарищески пихает тебя в плечо. И из его бутылки выплескивается пара миллилитров пойла. Так, и что случилось с ним? Ты должен понять, то, что он сделал, было настолько концептуально, что обычные объемы уже не удовлетворяли запроса. Ближе к концу ему подвозили кокаин грузовиками. Так вот, как ты понимаешь, употребление такого количества кокаина не может оказать положительного влияния на здоровье обычного человека. Верно? Верно. Наверное. Этим надо заниматься постоянно. Постоянно? Целыми днями, детка. Эй, текила, ты отвлекся. Говорят, в один прекрасный день он по самые яйца погрузился в работу над своим пиццерезистенс. Рекламой настолько минималистической, что в ней даже не было ни текста, ни изображений. Просто чистая белизна. Видимо, эта идея оказалась слишком концептуальной даже для такого гения. Он упал замертво прямо на свой рабочий стол. Его последними словами было белое, как метель из кокаина. Какая потеря для мирового дизайна? Знаю, знаю, текила. Он делает глоток из бутылки, а потом размышляет. Стоило ли пролить пару капель за потерянного гения? Но решает, что это не лучшая идея. Но история на этом не заканчивается. Говорят, во время аутопсии патологоанатома обнаружили почти четверть тела кокоса в его носовой полости. Это практически, безусловно, анатомически невозможно. Снова невероятно. Задрот. Где есть воля, там есть путь. Вот так. За многие годы там осело 250 грамм снега. И это было не какое-нибудь бабушкино варево, а высококачественный чистый сарамерзирский кокс. Есть люди, которые верят, что дизайнера так и похоронили с четвертью кило пудры в носовых пазухах. Именно его и ищут все эти экспедиции. Кокаиновый череп. Да. И почему люди думают, что череп находится здесь, в Мартинезе? Фишка вот в чем. Дизайнер этот, ведущий дизайнер студии мирового уровня, родом из Мартинеза. Местный парнишка. Мартин Мартинез. Поэтому он перенес свою студию сюда, назад к истокам. И именно поэтому его здесь и похоронили. Возможно, прямо под трубой Абби. Он указывает на трубу. Или может где-то подальше на побережье, или на каком-нибудь заднем дворе в самом Мартинезе. В тайном мавзолее. Точно никто не знает. Не, моя бабушка всегда говорила, что его могила где-то на островках в заливе. Это нелепо. Лейтенант оборачивается к тебе. И физически невозможно. На столовых пазухах ничто не может храниться в таких количествах. Ну, ну, детектив. Вечно вы со своим скепсисом. Угу. Размари, ты что-то говорил об островках? Не слушай ни его, ни бабуля. Он просто выдумывает. Нет, не бабушка рассказывала, и о других я тоже слышал. Они под водой или нет? Он задумывается. А может, они говорили про ливневку? А может, они в воздухе? Или в древней ступенчатой пирамиде в открытом море? В пирамиде, а в этом что-то есть. А для чего они ищут этот череп? Археологи говорят, что хотят поместить его в музей бандиты, что собираются продать на черном рынке. Рекламщики утверждают, что он нужен им для вдохновения. Брехня. Они просто хотят его вынюхать. Но ты мог бы их опередить Гарри. Ты мог бы сам вынюхать кокаин из этого волшебного черепа. Хотя они все наверняка просто хотят его вынюхать. А почему нет? Похоже, что штука довольно мощная. И что-то узнал от членов экспедиции. Как правило, они выражаются довольно туманно. Бандиты любят рассказывать, что ищут могилу друга. С кирками и лопатами. Археологи на официальной волне говорят, что проводят серьезные исследования. Честно говоря, я не думаю, что они настоящие ученые. У них просто денег много. А вот нареки, на удивление, откровенны. Они так и говорят. Хотим нанюхать снега из носовых пазух покойника. Благородные люди при благородном деле. Тебе стоит к ним присоединиться. На настоящий момент я знаю... О, господи. На настоящий момент я знаю об этом столько же, сколько любой житель побережья. Ладно, убедил. Вперед на поиски. Эй-эй, умерь свой пыл. Найти его сейчас не представляется возможным. Что? Что? Во-первых, путь перекрыт. Этим грузовиком с надписью Delta Logistics на боку. Тебе определенно понадобится осмотреть территорию, которая находится позади него. Но туда не пройти. А во-вторых, снарядить такую экспедицию это дорого. Все должно быть по-крупному. С уважением к кокаиновому черепу. Нужно новое снаряжение, люди, которые знают свое дело, всякая провизия. Это просто невыполнимо в нашем текущем экономическом и темпоральном положении. Говоря откровенно, если с неба вдруг не пойдет денежный дождь, мы можем никогда не узнать ничего об этом черепе. Вынужден согласиться. У нас едва хватает ресурсов на расследование нашего дела. Мы не можем позволить себе охоту за квазимифическими артефактами. Кроме того, репутация РГМ будет нанесен феноменальный урон. Если вскроется ее вовлечение в дело, на котором огромными буквами написано кокаин. Общественное мнение – деликатная вещь. Черт, прямо жаль. Погоди, может есть другой путь, например, дальше вдоль побережья? Не сдавайся так просто. Да, ну что поделаешь, такова твоя реальность. Однако, кто знает, может быть когда-нибудь нам предоставится эта возможность. А у тебя есть еще история? Сейчас больше ничего не могу вспомнить. Ну, неплохо, неплохо. Так, возьмем пакетик. Опа, это что такое? Ага, бутылочка. Детали рассмотреть сложно, но цвета теплые и приятные. Очень уютно. Дверь закрыта, уже поздно. Пора укладывать детей спать. Букварь, книга для малышей. Катка для цветов, в которой ничего не растет. Может весной? Учебник для первого класса начальной школы. На обложке человекоподобный медведь толкает перед собой тачку с буквами. Справляется он не слишком хорошо. А почти упала, Б давно пропала. Детям надо быть повнимательнее. Ты держишь в руках разноцветный букварь. Заголовок гласит. Букварь, книга для малышей. Кроме того, на обложке присутствует медведь. Это именно то, что мне нужно. Ага, эта книга расскажет тебе, что к чему. Поможет разобраться с базовыми понятиями, в которых ты, похоже, путаешься. Наш антропоморфный медведь устроит тебе незамываемый разбор. Чего? Алфавита. Так, пролистать. На каждой странице слово, начинающееся на одной из букв алфавита. И тусклая картинка. Большинство слов это научные или культурные понятия. Ты читаешь? Я готов. А. Азимут. Б. Бореи. В. Визир. Г. Градиент. Д. Диамант. Е. Эвклид. Е. Ёмкость. Ж. Желатин. Хм. З. Земля. И. Икон. К. Коллапс. Л. Луадунум. М. Меридианы. Н. Надир. О. Орел. П. Перигилий. Так, стойчески кивнуть. Р. Родендрон. С. Синус. Т. Триколор. У. Ультра. Ф. Фактор. Х. Хлорофилл. С. Целлофан. Ч. Человек. Ш. Широта. Ш. Щелочь. Э. Эритроцит. Ю. Респруденса. Я. Ядро. И это все? Это все. Теперь ты знаешь алфавит. Вау. Это так называемая мя, международный язык, разработанный градскими учеными в 20-х годах. Например, синус означает символ. Ким, теперь я знаю алфавит. Это хорошо, я тоже знаю алфавит. Он считает, что это очень полезный навык для множества занятий. Например, для чтения и... Да. Чего-то еще. Так, туда мы еще сходим. Я вот тут хочу осмотреться, на этой маленькой улочке. Тут даже два человека бродит. Надежно заперто. Отсюда невозможно заглянуть внутрь здания. Внутри раздается уютное потрескивание какого-то нагревателя. Ага, отсюда мы пришли. Мотокарета. А это, как оказалось, среди рыбы. Кавалерийские сапоги. Ля. Старый добрый кавалерийские сапоги. Оседлайте скакуна и вперед, в ночь. Колблуки это тоже неплохо. Добавляют сантиметров 5 роста. Но возможно... Возможно ли, что они добавляют тебе проницательность и улучшают восприятие? Ведь ты смотришь на все под другим углом. Ля. Вот это охуеть. О, подруга наша. Лодка легко качается на волнах. Не привязана. Доски скрипят под твоим весом. Лестница ведет к косяку рыб в снующих водорослях. Так. Предлагаю тут по порядку начинать общение. Тут вот два каких-то человека. Вот здесь кто-то сидит и там. Вот. Пройдем по всем, наверное, троим. Но если они нам тут на полчаса на ухо не насядут. И потом можно будет за домики сходить. Ну, должны успеть. Так, начнем знакомство с этой младамы. Прачка. Женщина рядом с тазом для стирки напевает себе под нос старую мелодию. Глаза ее закрыты. Ты не уверен, но это может быть южно-самарийская песня. Возможно, родом из Си-Гея. Также известного под именем Априкосовый Сюзрен... Сюзренитет. Добро пожаловать в рыбацкую деревню. Она открывает глаза. Пожалуйста, наклонитесь поближе. У меня катаракта. Если вы ничего не видите, откуда вы узнали, что я здесь? Слышу я до сих пор отлично. Подойди, подойди. Она манит тебя к себе. О, добро пожаловать, офицер полиции. У нас здесь никаких проблем нет. И новые нам не нужны. Мы здесь не для того, чтобы создавать проблемы, уважаемые. Проблемы? Продолжай, братан. Покажи, что у тебя есть стиль. В самую точку. Мы полицейские. Мы не создаем проблемы, мы их решаем. О, ну конечно. Последний раз вас видели здесь 12 лет назад. Тогда вы тоже приходили решать проблему и решили ее. Но все равно в Мартинезе ваше появление считается дурным предзнаменованием. Погодите, я бывал здесь раньше? Нет, не ты лично. Я имею в виду РГМ. Какие-то мужчины подрались, и один убил другого. А потом заперся вот в этом сарае. Она указывает на здание позади себя. Он весь ушел в себя, не смог сам открыть дверь. Вы ее открыли и забрали его с собой, чтобы он мог подумать о содеянном более в укромном и тихом месте. По ее тону можно подумать, что его забрали в санаторий для духовных практик. О каком дурном предзнаменовании идет речь? А, да как обычно. Темные вести, черные псы. Так и есть, черный пес, который лижет собственные пятки. Почему мне никто не сказал, что я считаюсь дурным предзнаменованием? Может быть, все боялись. Почему? Потому что ты дурное предзнаменование. Но здесь для тебя все равно рады. Если только за тобой не гоняются вооруженные люди. Хотя, может быть, и в этом случае тоже. Такая уж у нас рыбацкая деревня. К сожалению, здесь не слишком много места для твоей мотокареты. И не слишком много домов. И людей. Мои дети давно разлетелись. Ищут сокровища. Как и все остальные. Ох, ну я заболталась. Она машет рукой. Что вас привело? Не видели ли вы где-нибудь на побережье рыжеволосую женщину по имени Руби? Нет, в последнее время я никого не видела. Ладно, но вы же знаете, о ком я. Это мой маленький город из шлакоблока. Она кивает и улыбается. Чего ее морщины становятся еще заметнее? Я знаю, что здесь происходит. Она уклоняется от ответа. Она что-то знает. В Мартинезе, он указывает на восток, произошло убийство. Она может быть замешана. Мы были бы благодарны за помощь. Да неужели? Она поворачивается к нему. Я знаю, как устроен этот мир. И что доносы ни к чему хорошему не приводят. Вы ведь что-то знаете. Мы здесь, чтобы помочь. Это точно дурное предзнаменование. Чтобы помочь себе и своей организации. Помочь тучам собраться на горизонте. Она качает головой. Ладно, вы что-то знаете, но не хотите нам рассказывать. Да нечего, собственно, рассказывать. Люди приходят и уходят. Хотите еще что-нибудь спросить? Понимаю. Лейтенант поворачивается к тебе. Мы все равно здесь осмотримся и надеюсь, вы не против. Руби была здесь, ты уверен? Спроси у нее о жилье. Прачка что-то скрывает. Осмотрись, может удастся что-нибудь... Может удастся как-нибудь забраться в хижину? Так, дурак потерял куртку. Спиртное поможет вам продержаться. Ждите сигнала. Где здесь можно остановиться? Остановиться здесь. Большинство людей пытаются отсюда убраться. Но если ты хочешь снять жилье, у меня в хижине есть свободная комната. Она указывает мыльным пальцем на дом за своей спиной. И сколько просите? Я не возьму с тебя денег. Считай это жестом доброй воли. От деревни РГМ. Погодите, вы дадите мне в ней пожить просто так? Ей никто не пользуется. В любом случае, это не бог весь что. Она клоняет голову на бок. Размышляя о чем-то. Можешь там остановиться. Я не уверен, что офицер РГМ вправе принимает такое предложение. Старуха пожимает плечами. Как хочешь, дело твое. Мне все равно. Погодите, а почему ей никто не пользуется? Дети выросли и, как водится, покинули дом. Он давно опустел. Я живу в маленькой боковой пристройке. Ее проще и дешевле обогревать. Еще раз уточню, я могу просто взять и занять комнату? Точно. Она смотрит на хижину. Там довольно простенько. Но есть постель и крыша над головой. У некоторых местных и этого нет. Когда Игнус Нельсон, вазский коммунист-революционер, находился в бегах, он прожил 10 месяцев в Лачуге на Борейском плато. Это поможет укрепить связь с пролетариатом. Не вздумай затеять очередную революцию в моем доме, бурчит она. Мы едва пережили последнюю. Так что насчет комнаты? Нужна она тебе? Ну что ж, у вас новый постоялец. Не заставляй старую женщину жалеть о том, что она пустила полицейского в свой дом. Она извлекает ключ из складок передника и отдает его тебе. Что ж, если утром не застану вас в гостиницу, то буду знать, где искать. Он заглядывает по сторонам и добавляет. Здесь, в хижине. Он чувствует небольшое облегчение от того, что ты съедешь из той комнаты. Наконец-то ты избавишься от этих амартиневских ламеров, братан. Сюда можно водить телочек. Ладно, что находится в рыбацкой деревне? Только мы. Ее голос звучит устало. Едва ли это можно назвать деревней, мы уж почти не существуем. О чем это вы? Этого места вроде как и нет, ухмыляется она. Это мертвая зона. Белое пятно на карте. Просто скопление безымянных хижин на безымянной улице. Здесь царит настолько вызывающая бедность, что даже не смешно. Кто еще живет в этой деревне? Ну, Лильен с детьми в доме на востоке. Новые жильцы обосновались. Накивает на противоположную сторону двора. Но сейчас их нет. И еще эти, алкаши. Она вздыхает. Зрелище, конечно, не слишком приятное, но с этим уже ничего не поделаешь. Дом есть дом, даже для них. А, да, я встретил пару алкашей. Конечно, встретил, произносит она со стороны улыбкой и кивает. Это естественный круговорот. То и дело, появляются новые лица, а старые исчезают и забываются. Такова наша природа. Это место просто вызывающе бедное. Чего у нас в избитке, так это неблагополучие. Женщина загадочно улыбается. Говорит загадками очень атмосферно, учитывая ситуацию. Сухо замечает лейтенант, оглядываясь по сторонам. Точно. Ее глаза настороженно расширяются. Иногда мне кажется, что я потерялась в этом безымянном ничто. О, но ее лице проступает любопытство. Кажется, эта тема популярна в последнее время. Я думаю, как раз на пути к тому, чтобы снова найти себя. Разве так думают не все, кто потерялся? По ее губам пробегает тень улыбки. Могу я как-нибудь помочь вам найти свой путь, офицер? Ну, что-то же должно здесь быть, скажите. А нам аж с рукой в юго-западном направлении. Вон там ты можешь найти все то же самое. Хижины и дикие заросли. Там язва. Между этим местом и джемраком целое море старых деревень, покрытых сажей. Под ними крошечные домишки и одичавший парк. Язва? Что это? А, кажется, я слышал это название раньше, но расскажите подробнее. Старый военный госпиталь и его окрестности. Она обращает взгляд на расположенные на юге здания. Во всяком случае, так было во времена Сизеринитета. После войны там образовался благотворительный госпиталь для контуженных ветеранов и несчастных, ищущих покоя в заброшенных садах санатория. И теперь там одни безымянные улицы и времянки из шлакоблока. Сплошные хижины. Насколько хватает взгляда. А что случилось с госпиталем? Благотворители закончились. Она потуже затягивает шарф на шее. Персонал разбежался и все закрылось. Госпиталя уже давно нет. Ладно, а можно здесь на чем-нибудь подзаработать? Здесь, тебе, из ее горла вырывается короткий сухой смешок. Нет, офицер. Единственные деньги здесь, это монеты, которые алкаши пытались спрятать от своих женщин и забыли где. Что здесь есть дальше на побережье? Ничего особенно интересного, отвечает она, вытирая лоб. Есть заброшенная церковь, Доларианская церковь человечества. Она появилась здесь еще до моего рождения. А почему она заброшена? Некоторые вещи просто не задерживаются в этом мире, офицер. Она улыбается, демонстрируя щель между зубами. И втягивает носом воздух. Осмотритесь кругом. Кому здесь ходить в церковь? Ее построили три сотни лет назад. Тогда, наверное, было лучше. Так они больше не приходят... Там больше не проходят службы? Ну, церковники. Нет, они пытались, но все время что-то мешало. Преступность, несчастные случаи, то одно, то другое. Церковь все время закрывалась. Она хмурится. Жаль, когда-то была славная церковь. Она чего-то недоговаривает, продолжая разговор. Угу. У меня такое чувство, что вы что-то недоговариваете. В чем дело? Ну, еще это музыка. Музыка из моря. Она фыркает. Начала играть несколько дней назад, и теперь гремит даже по ночам. А теперь вокруг церкви шныряют какие-то подозрительные личности. Мне это не нравится. Интересно. Если будет время, можно разузнать, в чем там сыр-бор. Может, загадочная музыка как-то связана с нашим делом? Вдруг это поет Ундина, или полудемоническая Апсара. Угу. Ладно, что есть еще на побережье? По дороге к церкви можно найти развалины. То ли многоквартирного дома, то ли какой-то электростанции. Пустые развалившиеся здания. А есть еще что-нибудь примечательное? А. Так что это? Квартира или электростанция? Я точно не знаю, это довоенная постройка, что-то там было. Она пожимает плечами. До войны. Но меня здесь в то время не было, я родилась в Самаре. Еще что-нибудь есть примечательное? Примечательное? Старый рыбный рынок, рядом с пирсом, но он закрыт. Кому придет в голову ходить на здешний рыбный рынок? Никому, поэтому он и закрыт. Она делает паузу, а потом добавляет. Когда-то рынок бурлил. Когда я и все остальные молодыми были. Теперь все, что нам удается поймать, мы сразу загружаем в машину, которая отправляется в Дельту или куда-то еще. Это все? На побережье должно быть что-то еще. А ты что, один из этих агентов по недвижимости с грандиозными планами? Если ищешь возможности для застройки, проверь заброшенное здание на краю земли. Раньше там был склад снабжения. Мы так думаем. Оттуда товары и боеприпасы отправляли через залив. Но здесь он наглухо заперт. Мы пытались проникнуть внутрь, посмотреть, есть ли там что-нибудь на продажу или другие нужны. Но это невозможно. Она роняет кусок мыла в таз, и вокруг разлетаются брызги. Теперь ты знаешь все об этом побережье. Ладно, расскажите о себе. Кто вы? Я? Я никто. Просто прачка. Мать назвала меня Изабель, если ты об этом. А по мужу я Сади. Теперь твоя очередь. Можете называть меня Текила Сансет. Зовите меня к Гарри. Ну что ж, думаю, так я и поступлю, Гарри. Да, звучит неплохо. Знавало я одного Гарри, сильный был, но тупой, как полено. А что с ним случилось? Он слишком налегал на наркотики, настолько, что выпал из лодки и разбил голову обуёк. Она соскребает мыло с рук. Те, кто это видел, говорили, что его голова лопнула, как арбуз. Ужас, ужас. Ага. Вы знаете что-нибудь о пропавшей куртке? Зачем тебе понадобилась пропавшая куртка? Это отличный вопрос. Один из алкашей потерял куртку, и я согласился заняться её поисками. Он, наверное, заложил её, чтобы купить-выпить, и забыл. Что говорить, пьяница? А награда тебе за это полагается? Нет. Как? Ты ищешь что-то пропавшее... чьё-то пропавшее бельё за бесплатно? Тебе что, заняться больше нечем? Правде говоря, есть чем. Лейтенант бросает взгляд на часы. Но это не моё дело. Сам решай, на что тратить своё время. Ну, как бы там ни было, можете спросить у Лильен. Не видела ли она чего в последнее время? У этой девочки настоящий дар притягивать потерянные и сломанные вещи. Так, значит, Изабелла. Так, она ли должна расписаться? Изабельсаде, да. Там, где должно быть название этой пи... Пожилая женщина всё так же сидит на своём месте и продолжает работу. Тихонько напивая себе под нос. Шипение электрической лампочки смешивается с неторопливым гулом ночного моря. Там, где должно быть название этой песни, пустота. Спроси, как она называется? Спроси скорее. Не спите? Нет, я теперь вообще почти не сплю. Может, несколько часов. Такое бывает с возрастом. Она некоторое время плещет воду в тазу. Мой тебе совет, не делай так. Не становись старше, чем ты есть. Из этого возраста хватит. Она улыбается. Что тебя беспокоит? А что вы за песню напеваете? Колыбельную, которую мне пела матушка, а я пела своим детям. Это старая самарийская датская детская песня. И как она называется? Покорись ночи. Отвечает нам медленно, покачиваясь взад и вперёд. Кто-то как-то мрачно для детской песенки, даже для колыбельной. Ладно, красивая мелодия. Да, кивает она, красивая. Меня просили получить вашу подпись. А? Что это такое? Она вынимает документы, щурит глаза. Ох, не могу разобрать эти каракули. Скажи, что там написано. Эврар хочет построить на части деревенской территории молодёжный центр. Ха! Она подносит бумаги вплотную к лицу и тщательно изучает. Я, может, и ослепла наполовину, но, судя по всему, часть деревни станет улицей. Лучшая часть. Та часть, через которую мы покидаем наши дома. Ты говорил об этом с Лильен? Я даже не подумаю это подписывать без её согласия. Она протягивает конверт обратно. Погодите, а где мне её найти? Вот она. Старуха указывает на причал. Брюнетка, что перегнулась через перила. Тогда поговорю сперва с ней. Да, отвечает нам медленно, кивая. Давай, нельзя же подвезти толстого господина Клэра, да? Она совершенно не в восторге от того, что коп занимается делами местной шишки. Совершенно. Так, зайдём к ней домой. Ага. Понятно. Эта дверь знавала лучшие времена. Краска на ней облупилась из-за соли и морского ветра. А замок начал разъедать ржавчина. Уже довольно поздно. Исследуйте тут всё сами. Уверен, что с прачкой вы справитесь. Я переночую в своём номере в танцах. Встретимся утром возле хижины. Ага. Ага. Тогда пока не отправляемся спать. Потому что ты мне ещё пригодишься. Не стоит торопиться. Да, офицер. Женщина в дождевике стоит на причале и оценивающе смотрит на перевернутую лодку. На бедре у неё висит меч в ножнах. Я могу чем-то помочь? Ну, это зависит от обстоятельств. А где мы находимся? В рыбацкой деревне на берегу моря. Она оглядывается по сторонам. У этого места нет имени. Иногда его называют Нечитабль. А, что? Название улицы, которая сюда ведёт, невозможно прочесть. С самой постройки. Её серьги звенят на ветру. Угу. Ладно. У меня есть вопросы. Первый. Как твоё имя? У меня... Моё имя Лильен. Люди называют меня Рыбачкой. Она указывает на сети. Пожалуй, у меня есть время ответить на твои вопросы. Это, кстати, был уже второй. Точно, ты постоянно путаешься. Спроси про её потрясный меч. Это может... Это поможет завязать беседу. Угу. Отличный меч. Указать на ножны на её бедре. А есть у него история? К сожалению, его продавали с трёхлетней гарантией вместо истории. Она улыбается собственной шутке. Он просто для того, чтобы пугать народ. А ты знаешь, как с ним обращаться? Не то чтобы. Она смотрит на клинок. Я знаю, насколько... Несколько основных приёмов. И уверена, что в трудной ситуации меч лучше ножа. Хе. Разве не для этого придумали огнестрельное оружие? Огнестрельное оружие дорогое и не слишком надёжное. Мне так кажется. Она пожимает плечами. К тому же у меня дети. Я не могу держать огнестрельное оружие. Иногда достаточно острого клинка, чтобы держать народ в рамках. А зачем тебе пугать людей? Время от времени людям нужно преподать урок уважения. Такова реальность. Раньше на меня часто обращали внимание мужчины. И поверь, хихикает она, мужчинам периодически требуется урок хороших манер. Если это так эффективно, почему больше женщин не вооружается? С чего ты это взял? Улыбается она. Правда в том, что почти все слишком запуганы и измождены. Глупы и заморочены для этого. К мужчинам это тоже относится. Но они притворяются ради нас. Делая вид, что все хорошо и что жизнь в дерьме их не смущает. Как будто кто-то в это верит. Я надежный мужчина, ты можешь мне доверять. О! Она едва заметно улыбается и качает головой. Поверь мне, здесь каждый первый надежный. Наверное, бедность так действует и превращает всех мужчин в настоящих. Похоже, она предпочла менее настоящих мужчин. А я могу одолжить твой меч? Нет, боюсь, что не можешь. Она поднимает руку к рукоятке и ее глаза смеются. Хочешь конфисковать клинок, которым я защищаюсь от этих животных? Так ты станешь причиной моей безвременной смерти. Хм. Ладно, а куда делись все эти мужчины? Некоторые выучили свой урок и отправились зализывать раны. Другие оказались более твердолобами. Она опускает глаза. За одного из таких я вышла замуж. Хм. Ага, а где сейчас твой муж? Он меня покинул. Он исчез, похоже, это дело о пропавшем. Ничего подобного. Тихим голосом прерывает тебя лейтенант. Мы не будем его искать. Нет, 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 нечего искать. Он мертв. Ушел под воду. Печально. А как это случилось? Кто знает, может упал. Она пожимает плечами. Он никогда не относился к морю с уважением. Отправлялся по волнам пьяный в Драбадан. Естественно, однажды лодку нашли пустой. Разбухшее тело вынесло к берегу двумя неделями. А теперь, прежде чем начнутся речь про то, как все соболезнуют, хочу сказать, что это было 4 года назад. И я уже не скорблю. По жилистым алкашам долго не тоскуют. Но ей очень нравилось это тело. Судя по тому, как-то с каким тоном она произнесла жилистый. Это здоровая реакция. Пережить и двигаться дальше. Нужно идти вперед. Мы, рабочие люди, не можем позволить себе валяться в постели и тосковать. Она скрещивает руки на груди. Я похоронила его, погревала несколько положено и продолжила жить. Она бросает взгляд в сторону деревни, где двое ребятишек играют с чем-то похожим на камни. Для нас с детьми жизнь не слишком изменилась. Эта тема не кажется ей трогательной, неинтересной. Похоже, она готова отправиться на свидание с другим, гораздо лучшим алкоголиком. Поинтересуйся вам обоим, это не повредит. Давай, приударь за вдовушкой. Это правильный поступок. Из-за присутствия Кима ситуация довольно неловкая. Минус шесть. Не найди на подходящее место и следуй побережья. Ладно, это твоя лодка. Так и есть. Я назвала ее Солнце. Только вчера просмолила. Надо ее просушить какое-то время. Если, конечно, солнечная погода сохранится. Я кое-кого ищу. Может, ты сможешь помочь? Посмотрим. Она легко наклоняет голову на бок. Кого ты ищешь? Я разыскиваю подозреваемую, которая могла остановиться где-то по соседству. Так, и когда этот человек здесь останавливался? Совсем недавно, в последние несколько дней. Возможно, она прибыла сюда в пятницу. О, она выглядит немного разочарованной. Большую часть прошлой недели я провела в море. Погода была как раз для рыбалки, так что я обычно выходила в 4 утра. Серьезно? Да, это лучшее время. Самый штиль. После этого я спала как убитое. Море ужасно выматывает. Сейчас я жду, когда ветер уляжется, чтобы снова отправиться на рыбалку. Мне жаль, что я не смогла быть полезной. Она едва заметно улыбается. А может, я смогу помочь тебе найти кого-то еще? Ладно, я ищу пропавших криптозоологов. Эммм. Она вздумчиво хмурится. Кажется, я не знаю, кто это такие. Просветишь? Это искатели животных, существование которых отрицает ортодоксальная наука. Ага, восклицает на вроде снежных людей. Снежные люди? Никогда таких не слышал. Здесь терлись два странных парня, рыли носом песок и болтали какую-то чушь про снежных людей и все такое. И куда они отправились? Я точно не знаю. А, дальше вглубь острова, я полагаю. Во всяком случае, они ушли в том направлении. Она указывает на север. Кого еще ищешь, кроме снежных людей? А что значит все такое? Ага, кивает на... Не только про снежных людей, но еще про зеленых людей, людей обезьян, горящих носорогов. Можешь себе представить? Понятно. О, ты можешь. Прекрасная картина. Так, а может ты видела мужа из рабочего класса? А, я вот больше поисками мужей не занимаюсь. Даже из среднего класса вздыхает она. Может какой-нибудь дворянин мне бы пригодился, но похоже их больше не делают. Муж не для меня, его жена попросила заняться поисками. Мне бы хотелось быть полезной, но я не видела твоего мужа из рабочего класса. Может я могу быть еще чем-то полезна? Похоже, я действительно жаль, что она не может тебе помочь. Ладно, я больше никого не ищу. Правда, ты точно не ищешь, Надю Харна Кур или Игнуса Нильсона или великий подводный город Эйс? Похоже, я много чего ищу, да? Много чего. Соглашается нас с улыбкой. Ну, такая работа у копов. Этим вы чем-то смахиваете на триеров. Она перебирает сеть. Как бы там ни было, я не могу тебе помочь. Дела о пропажах трогают тебя до глубины души. Тяжело смотреть на людей, которые так волнуются своих близких. Издерганные движения, темные круги под глазами от бессонных ночей. И даже если пропавшего никто не ждет, тебе все равно не по себе. Ты любишь порядок, учет. А тут целого человека не досчитались. Все, поисковый отдел изучаем. Кстати, чтобы забыть, нужно целое одно очко навыка. Так, на самом... Так, так, так. Сохранимся. Точно, море скоро успокоится. Я это чувствую. Ветер меняется на юго-восточный. Она кивает. О чем думаете, офицер? Меня попросили получить твою подпись. Или нет? Или да? Ну, допустим. Неужели? Ее глаза бегают по строчкам. Хм, здесь сказано, что подписывая настоящий документ, я выражаю согласие на проживание рядом с шумной строительной площадкой. Что именно профсоюз собирается строить? Эврар хочет построить на части территории деревни молодежный центр. Какая забота? Кто бы мог подумать, что... Она замолкает. Судя по голосу, она скептически настроена по поводу этой заботы. Что подумать? Что Эврар и профсоюз могут о ком-то заботиться? Я считала, что они думают только о себе. Она качает головой. Что ж, наверное, у членов профсоюза тоже есть дети. И эти члены голосуют на выборах главы местного отделения. Вот, возьмите мою ручку. Посмотри-ка, и ручка-то у него есть. Она с сомнением берет у тебя ручку, нажимает на кнопку и прикладывает стержень к бумаге. Она снова просматривает документы и затем качает головой. Ставит свою подпись и отдает бумаги тебе. Вот, держи. Погоди, а почему ты это подписала? А что, не нужно было? Я изучил эти документы, и нет, не нужно было. Да, ну что ж, а я изучила документы и решила, что нужно. Потому что там говорится о молодежном центре. А у меня дети. Правда, я просто глупая нищебродка. Так что, почем мне знать? Жить рядом с шумной стройплощадкой будет нелегко. Конечно, но ведь это временно и для благого дела. А детям нужно чем-то заниматься. О чем это вы? Сейчас они маленькие и милые, но дети быстро растут. Слишком быстро. Я впервые попробовала выпивку в 11, потому что было ужасно скучно. Но в любом случае, я видела строчки подписей. Понадобится еще одобрение Изабель. Она не подпишет, если это плохая идея. Она не такая податливая, как я. Звучит разумно. Разделение труда скептицизм. Она оставляет скептикам. Похоже, Изабель здесь всем заправляет. Так, давайте сразу получим вторую подпись. Опа! А старуха свалила уже. Вторую подпись, значит, пока не получим. Хе-хе-хе. Печально. Дурак отроду, дурак ищет свою куртку. Ты ее не видела? Невероятно. Ты действительно ищешь какие-то пропавшие вещи. Улыбается она. А вот в том, что отроду так потерял куртку, нет ничего удивительного. Больше терять ему нечего. Хорошо, что он привлек к этому делу настоящего офицера полиции. Ее лицо зряет улыбка. Старый добрый отроду так руководитель до мозга костей. Странно. Неужели это действительно произвело на нее впечатление? Я просто хочу помочь человеку в беде. Это очень мило с твоей стороны, правда. На твоем месте я бы поискал на заброшенном рыбном рынке, на пирсе. Пьяниц по необъяснимым причинам всегда привлекают рынки. Возможно, именно поэтому им всегда трудно сохранить свое дело. Феномен, который теория призрачной руки рынка не учитывает. Если кто-то и что-то потерял, это неплохое место, чтобы начать поиски. Кстати говоря, это моя мотокарета утонула в море. Указать на затопленную машину. О, она смотрится в указанном тобой направлении. Интересный факт, наверное. Почему она там? Это инсталляция. Это был несчастный случай. Мне жаль. Она смотрит на тебя и пожимает плечами. По-моему, нужно устроить похороны. Ты предлагаешь почтить память остова моей бывшей мотокареты? Ну да, вполне заслуженно, не считаешь? Она пала, исполняя свой долг и все такое. Какая странная мысль, может быть, и стоит. Почему странная? Наши вещи – это часть царства жизни. Они сделаны людьми и наследуют их историю. Нам следует заботиться о них так же, как и о людях. По крайней мере, в какой-то степени. Царство жизни? Кто-то изучал труды гатвальских философов прошлого века. Сохраняй хладнокровие. Ладно, я в деле. Но организация похорон требует много времени и усилий. Так ведь? О да, говорит она с усмешкой. До начала июня ты не сможешь даже достать ее из воды. И где ты собираешься ее похоронить? Кого пригласить? Какую музыку выбрать для поминок? Как человек, побывавший на нескольких похоронах, могу сказать, проще всего просто оставить все как есть и позволить природе со мной обо всем позаботиться. У нас все равно сейчас на большее не хватит времени. Лейтенант смотрит на тебя с сочувствием. Вернемся в июне и решим, что делать. Она никуда не денется. Жаль, что нам не удастся выполнить больше несерьезных побочных заданий, как, например, восстановление проклятой торговой зоны. Лейтенант смотрит на тебя почти нежно. Да, жаль. Но давайте пока сосредоточимся на основных заданиях, например, на расследовании убийства. Ему понравилась идея похорон Купри. Ладно, чем вы тут занимаетесь? Как я и сказала, в основном ловлю рыбу. Выхожу в море, забочусь о детях, сети расставляю. Сейчас конопачу маленький ялик. Этого хватает на жизнь? Еще иногда я гуляю по пляжу и смотрю, что принесло волнами. Море полно сюрпризов. Будь профессионалом, не скатывайся во флирт. Это называется беседа, сейчас не обязательно быть настороже. Ага, интересно, и что тебе удалось найти? Дерево, осколки, стекла, время от времени мертвые тела, люди, животные, рыбы, другие странные морские создания. Один раз на берег вынесла мину. Она оглядывает пляж и продолжает. Бутылки, еще наркотики, всякий потерянный груз, но обычно просто дерево и стекло. Так, сейчас важный момент. Ты можешь спросить только о чем-то одном. Будет странно, если ты будешь проводить опрос по каждому пункту. Выбирай с умом. Хе-хе, а я бы провел. Мину она, она, РГМ могла бы пригодиться, мина. Где она? РГМ придется подождать следующую, потому что эту армейские отбуксировали в центр залива и взорвали. Она плюет через перила. На удивление, скромный вышел взрыв для такой огромной шипастой хреновины. Хм, ну да, действительно, что-то одно нам только разрешили выбрать. Печально. А я же могу загрузиться и спросить еще про что-нибудь. Сейчас мы вот это промотаем, все промотокарету. Сохраняемся. Ай, the sea is going to calm down soon, I can feel it. The wind is turning south east. What's on your mind, officer? Хм, ладно, человеческие тела. Вы спрашиваете, не того человека офицер качает на головой. Меня совершенно не интересуют утопленники, я их достаточно в жизни повидала. Очень неприятная компания. Да, может, стоит затрагивать темы, которые напоминают... Не стоит затрагивать темы, которые напоминают ей об утопленнике, за которым она была замужем. Ну, я, кстати, тоже об этом подумал, когда первый раз мы выбирали какой-то из вариантов ответа. Поэтому я тогда и не спросил. А сейчас я хочу спросить вот это. Это место выглядит неважно, почему ты не уйдешь отсюда? А куда я пойду? Здесь полно рыбы. И мы получаем достаточно заказов, чтобы хватало на жизнь. Не слишком здорово, но хоть что-то. Ну, куда угодно. Туда, где больше возможностей. Люди думают, что переехать и найти что-то получше это просто. Но как это сделать, когда все твои силы и время уходят на то, чтобы просто выжить? Когда у тебя за душой нет практически ничего, чтобы пробиться куда-то. Она еле заметно улыбается, вытаскивает застрявшие водоросли из сети. Я не собираюсь жаловаться на свою нищую жизнь. Мне, мы живем в тепле и сытости. Не знаю, в этой поганой дыре все-таки что-то есть. С моря налетает внезапный порыв холодного ветра. Волны бьются о берег, и вокруг тебя медленно и спокойно дышит рыбацкая деревня. Ее многочисленные деревянные постройки обветшали под многочисленным суровым гнетом соли и штормов. Как здесь вообще кому-то может нравиться? Для кого-то это дом. Ну, понятно. Так, темы про всякие сексы мы пока оставим. Я тут вспомнил еще, я себе пометку сделал, что с одним из алкашей нужно... О, и они свалили. Офигеть, вот засранцы. Я с одним про ключи хотел поговорить там еще разик. Блин. Печально. Плюс я с напарником еще своим хотел поговорить, который из этих... Ну, который сидит там, в общем, ждет меня. Из ржавой воды на тебя взирает собственное отражение. Погоди, посмотри как следует... ...на то, как отражаешься в этой глинцеватой химической радуге. Что ты видишь? Метафору. Всегда оказывается, что это какая-то метафора. Ммм, да просто себя. Нет, хоть на секунду подумай о чем-нибудь, кроме себя. Осознай, что перед тобой кровь промышленности. Сточные воды Коул-Сити. Что дальше по побережью? Когда-то тут гремели двигатели удачи. Богатство текло в Ревошоль, в Дельту. А вместе с ним дым, отходы, болезни. Жизнь. И что произошло? Двигатели остановились. Промышленную базу в Западном Ревошоле снесли после войны. Теперь истощенная производством земля испещрена потухшими кокосовыми печами. Коксовыми печами. Какое халатное отношение к очистке окружающей среды. Может ты мог бы посвятить жизнь такой очистке, но ты коп. Твоя сфера бардак иного рода. Но мысль приятная. Да, согласен. Безусловно, мысль достаточно приятная. Преденные ржавчиной буквы мазут. Вода течет с запада, значит источник там. Трубу прорвало. Ага, я там деньги вижу. Так, понятно. Он таким путем хочет пойти. Но я вот тут еще не все осмотрел. Маленькая черная ласточка кружит над тобой. Слышно, как она щебечет. Ну да. Тростник украшает заднее колесо мотокареты. Это Нолан Д. Венсен. Неудачная модель. Опа. Таблитосики. Отверстие в бетоне. Что это? Канализация. В бетоне есть щель, куда не добирается свет. Сооружение уходит глубоко под землю. Ким, как думаешь, что там? Понятия не имею. Он снимает очки и принимается их протирать. Может это связано с одним из здешних зданий? А как думаешь, Руби может быть там внизу? Думаю, что если не там, то точно где-то внизу. Под Мартинезом сохранились с давних времен целая канализационная сеть. По большей части она обрушена. Эту систему в Ревошоле достраивают и перестраивают уже четвертый или пятый раз. Он водружает очки обратно. Таким образом она может быть под любым зданием. Но не там. Он заглядывает в щель и вздыхает. Надеюсь, что нет. А что там? Может это просто канализационный сток? Ну, крикнем туда. Хо! Эхо не слышно, как и ответа. Ебать, что тут вообще куча всего? Опа, денежки. Вибрация бочки. Музыка идет откуда-то со льда. Ребешки носятся стайкой вокруг заброшенного столба, затем бросаются в рассыпную. Перед тобой разводной мост. Его можно опустить только с другой стороны. Посрать, я тут деньги нашел. Все в дырках. Может в этих столбиках спрятано сокровище? Нужно заглянуть. Ага. Не сокровища на сайте. Ох, е-мое, сколько их тут. Блин, хер попадешь. Ну так туда можно пройти. Ладно. Ух, так, вот хижина рыбаков Тут церковь, какой-то завод Ну, короче, тут тьма всего еще Вот палатка здесь какая-то Да, в новую локацию зашли Тут есть чем себя занять Ты чувствуешь, как на тебя накатывает тень огромного здания В тени видны пыльные скамьи Многих не хватает Темнота скрывает алтарь Или что-то вроде того Слишком темно, чтобы разглядеть Указатель Сен-Брюн 1147 Ага, вот рынок Какая-то там куртка даже висит, судя по всему Офигеть, я тут денег на находил сколько Ага, туда не пройти, понятно Эту бочку выбросила недавно Все еще пахнет мазутом Эти ржавые шестерни когда-то Приводили в движение весь механизм Цепь тянется куда-то в океан Кто знает куда Невозможно Вход на склад Пригождает старая видавшая виды дверь Которую уже когда-то давно открывали Видна ручка Что это вообще такое? Сооружение времен войны Какой-то склад снабжения И что он снабжал? Прачка упоминала о складе на севере побережья Лейтенант смотрит на постройку Та высится перед ним сгорбленной бетонной жабой Сказала, что через него на тот берег Переправляли груз и боеприпасы Видимо это оно и есть Может он снабжал боевой аэростат в воздухе Или какое-нибудь укрепление Вроде морской крепости в заливе А отсюда могли стрелять? Отсюда по танцам едва ли Он смотрит на юго-восток и дышит на пальце Церковь мешает Не сильно что-то изменилось Содержит целых две бутылки В описании, кстати, указывает Сколько там бутылочек лежит Сигаретные бычки Заметенные под камень марка Что-то там Нужно запомнить Тиуму Тири Это почему-то кажется важным Кстати, раз уж мы там прослушали Огромную тираду про всякие кокаины Надо сходить потом В этот Компьютеру И попробовать там эти пароли Все записал себе Сходим в следующей серии Кто-то жег здесь костер Давно Ржавый сломанный пульт управления радиовышкой Ух ты Надушенный шарф Грубая сила минус два Но повышает трепет Это легкий весенний шарф Пахнет мужским парфюмом И дешевым стиральным порошком Кто-то должен быть забыл его Может быть После свидания Если ты твердо намерен убедить себя Что весна уже наступила Надевай Там вдалеке, куда уходят эти столбики Видны Небольшие островки Эта лестница слишком ржавая Чтобы забираться по ней Она разъедена морским ветром Указывает ли хоть что-то на то Что здесь находится снайперская позиция Тут лишь какие-то обломки Городских сооружений Пустая бутылка И полуразрушенная вышка связи Издали доносится Рок от прибоя Нет Лейтенант Дважды ефрейтор Не могу вообразить Чтобы кто-то выстрелил Отсюда и попал Он смотрит на восточное побережье В номер В танцах в трепье Может Может преступник разводил здесь костер Чтобы согреть руки Прежде чем взяться за оружие Возможно Но Его мог развести кто угодно В это время Годы костры на побережье не редкость Он осматривается Честно говоря Крайне неподходящая позиция Для выстрела из винтовки С расстояния 1-2 километра Видимость отвратительная От воды поднимается пар Но мы можем исключить точку Б-двойной штрих Так кажется Он называется Может злоумышленник Стрелял Взобравшись на вышку По этой лестнице Не взобраться Да и зачем Там все равно нет площадки Лейтенант смотрит вверх И поднимает воротник Ладно А что насчет окурков Этих-то Указывает он Убийца курит И предпочитает Тиуму Тири А не Астру или Друин Всюду окурки Эту Марко Обычно любят пожилые Но все же Показалось тебе важно Настолько Чтобы сделать Мысленную заметку Что-то Что-то Они дозначат Ведь остальные Бычки на побережье Твое внимание Не привлекли Ага Посмотреть на тот берег В сторону танцев Трипье Там на расстоянии 1-2 километра За холодными водами Бухты Чем дальше Тем Синее Еле видны Крошечные прямоугольники Он светится В ночной тьме Там горит свет Должно быть Клоосье в номере Похоже Она Сдержала Обещанное Больше не уходить По ночам Вот умница Думаешь ты Это радиовышка Управляет движением Судов В заливе С трудом Понятным Ну что ж Что ж Я вам скажу Я думаю На этом можно Закончить Тогда на сегодня Получилась хорошая Жирненькая серия Я не ожидал Что вечером Я сяду Но так долго Поиграть Обычно По вечерам Я так долго Не играю Опа Риторика Эмпатия Белая рубашка Пола Да что нам Так везет Эта рубашка Выглядит поношенной Пахнет не очень Очень интересно Кто засунул ее В контейнер Для тары Кто вообще Добровольно Стал бы носить Рубашку пола Наверное Это одна из загадок Жизни Которая Так и останется Неразгаданной Так Ну вот Этот уголочек Карты Мы исследовали Это Хорошие новости Я бы сейчас Вернулся К тому месту Там где Палаточка Чтобы туда Зайти Ну потом в церковь Конечно же Зайдем Ну там Скорее всего Череда диалогов Начнется Но я уже Если честно Не хочу Их там Зачитывать Вот поэтому Я вот Дойду До сюда И Здесь наверное Остановлюсь Продолжим В следующей серии Так что Благодарю всех За просмотр Всем Хорошего вечера Дня Утром И пока-пока